Сегодня мы будем говорить о том, кто такой христианин, а точнее, что такое христианство. Мы живем в стране, где большинство населения называют себя христианами. Но что мы имеем в виду, когда говорим это слово «христианин»? А что имели в виду те первые ученики, последователи Иисуса, которые стали таковыми после смерти и воскресения Учителя? Об этом, наверное, стоит порассуждать и помыслить более серьезно. Хотя мы живем в 21 веке, когда каждый может называться кем угодно. Кто-то пчеловод, кто-то нумизмат. Хочешь быть христианином? Пожалуйста, никаких проблем. Но если мы называем себя христианами, христианство становится для нас не просто названием, не просто еще одним увлечением, но способом жизни. И об этом именно мы и будем говорить сегодня. Откроем Священное Писание и прочитаем один текст из книги «Деяний святых апостолов» из 11 главы. 11 глава книги «Деяний святых апостолов». Будем читать 26 стих. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Их было еще очень немного. Это были те ученики, которые уверовали, которые стали последователями Иисуса. По слову апостолов и первых христиан, которые уверовали в Иерусалиме сразу после смерти и воскресения Иисуса. И когда начались сложные времена, многие из них выехали, ушли из Иерусалима. Некоторые остановились в городе, который назывался Антиохия. Антиохия сирийская. Это было примерно 500-600 километров от Иерусалима. Столичный город. Один из самых больших городов Римской империи. И там они проповедовали, рассказывали о Христе. И уверовало достаточно большое количество учеников. Уверовали люди. По сути, конечно, для такого большого города, как Антиохия, это была горстка. Сегодня на Земле больше 6 миллиардов людей. И из них примерно миллиард 200 миллионов тех, кто называют себя христиане. Больше миллиарда христиан сегодня на Земле. А здесь, в этом зале, есть христиане? А ну поднимите руки. Кто христиан? О, как много! Посмотрите только. Видите, все руки подняли. Все христиане. Ну, действительно так. Если сегодня выйти на улицу и спросить прохожего. Давайте мысленный такой эксперимент поставим. Выходим на улицу, спрашиваем первого же прохожего. Ты христианин? Он скажет, конечно, да, христианин. А как ты узнал, что ты христианин? Ну, как? В церковь хожу, пасочку хожу светить. Ну, а еще, как ты узнал? Родители верующие. Ну, хорошо. А как другой человек узнает, что он христианин? А тот скажет, а я вот хожу на демонстрацию Украины за Иисуса. Ну, значит, понятно, какой он христианин. А если еще спросим одного, а я в хоре пою? Или хожу по воскресеньям, каждое воскресенье в молитвенный дом? Ну, это баптист, конечно. Это понятно. А если человек скажет, а я христианин, потому что языками говорю? Ну, тоже понятно, кто он. Все имеют какие-то признаки, по которым они определяют, что они христиане. У каждого из нас есть какой-то признак. Кто-то в семье родился верующий, кто-то в государстве христианском родился, и потому он христианин. У каждого есть свой признак. Ну, а как было с теми антиохийцами? Как они определили, что они христиане? Почему они стали называться христианами? Они же не родились в верующих семьях. Они не родились даже в семье, которая что-то была близко или имела какие-то представления о христианстве. Они не родились в государстве, в котором христианство считается основной религией. И вместе с тем они назывались христианами. Они стали именоваться этим именем. По каким признакам они стали именоваться этим именем? Наверное, у них были какие-то основания для того, чтобы называться христианами. Они считали, что они следуют за Иисусом. Мы с вами очень часто повторяем эти слова. Нам надо последовать за Иисусом. Ну, а что это означает, следовать за Иисусом? Что означает, антиохийцы следовали за Иисусом? Ну, понятно, когда Иисус позвал Петра и сказал ему, следуй за мной. Петр встал, оставил сети и пошел. Он пошел за Иисусом, следовал туда, куда следует Иисус. А куда, собственно, следовал Иисус? А Иисус-то ведь следовал в Царство Небесное. Он постоянно говорил о Царстве Небесном и имел определенную цель. Он знал, что вся его жизнь – это путь в Царство Небесное. Он сосредотачивал все свои дела, мысли, слова, поступки. Все сосредотачивал на Царстве Небесном. И когда он позвал Петра за собой, то Петру было понятно, куда следовать, что надо следовать в Царство Небесное. Христиане, конечно, тоже понимают, что они следуют в Царство Небесное. Хотя, если выйти и продолжить этот эксперимент мысленный, выйти на улицу и спросить человека, «Ты христианин?» «Христианин». «А ты, случайно, не в Царство Небесное следуешь?» Он, конечно, удивится, скажет, «Чего в Царство Небесное?» «Да я на базар иду. У меня работа ждет. У меня дела. Какое Царство Небесное?» «Ну, а хочешь попасть сейчас в Царство Небесное?» «Да я еще квартиру не выплатил. У меня дела. Мне еще надо детей поднять. Куда там в Царство Небесное идти?» Когда мы думаем о следовании в Царство Небесное, то очень редко мы представляем, что мы действительно идем туда. То есть для нас это остается какой-то загадочной мечтой. Это что-то такое вдали. То, что может быть и приятное, во что мы верим, куда хотим. Но вот если по-настоящему и серьезно, и глубоко спросить, а вот сейчас хочешь в Царство Небесное? Для этого же оставить все придется. Для этого придется расстаться со всем. Туда же ничего с собой не возьмем. И вот здесь, если по-серьезному, если глубоко, если внимательно взглянуть в свое сердце, то далеко не каждый из тех миллиарда двухсот миллионов, которые называют себя христианами, скажет, что он хочет, что он готов, что он хотел бы вот сейчас в Царство Небесное попасть. У тех антиохийцев, которые назывались христианами, было не только общее желание попасть в Царство Небесное. Они совсем иначе строили свою жизнь. Они начали следовать за Иисусом так, как, собственно, Он шел и туда, куда Он направлялся. И следовать за Ним для них означало преобразовываться, изменяться, потому что за Иисусом ведь нельзя последовать ногами. В Царство Небесное на машине не поедешь, и поезд здесь не поможет. В Царство Небесное следовать – это не значит, что мы должны встать с нашего места, оставить наши сети и куда-то пойти. Следовать в Царство Небесное означает, что мы должны менять что-то в себе. Мы должны подготовиться к этому Царству. Следование – это значит движение к цели. Если в Царстве Небесном нам придется предстать и оставить все то, что есть вокруг нас, то что мы с собой, собственно, возьмем? Что останется у нас, если все на земле мы оставим таким, как оно есть? И квартира, и дом, и дела, и усилия все наши – все останется здесь. А туда что берем? Оказывается, мы берем только свою душу, берем свой характер, берем свои привычки, берем те навыки, которые мы обрели здесь. Вот что мы туда возьмем. Даже знания мы туда не возьмем. Я могу выучить всю энциклопедию Британика, но мне это совершенно не пригодится в Царстве Небесном. Мне не пригодится знание расписаний поездов или какие-то другие информации, которые вокруг нас. Туда мы не возьмем ничего, кроме наших знаний любви. Это совсем другого рода знания. Это фактически способность любить, это способность жить. Это те наши навыки и свойства характера, которые действительно составляют нашу личность. Вот это мы возьмем туда, а все остальное не возьмем. А если это так, то следовать за Иисусом, так как следовали первые ученики, как раз означает не просто совершать какие-то дела, не просто верить, а это означает преобразовываться, это означает меняться. Иисус шел в Царство Небесное, и Он требовал, чтобы ученики Его были готовы для Царства Небесного, ибо туда ничто нечистое не войдет. Если туда не войдет ничто нечистое, то, конечно же, все наши скверные черты характера придется оставить. И с этим надо справляться уже здесь и сейчас. С этим надо начинать работать уже в наше время, уже в те дни, которые нам отведены. Следовать за Иисусом, конечно, означает очень и очень многое. И, во-первых, это означает, что быть до конца посвященным Богу, до конца посвященным Христу. Нельзя быть чуть-чуть христианином. Можно быть чуть-чуть поэтом, можно быть чуть-чуть философом. Это можно. Но вот чуть-чуть христианином быть нельзя, так же, как нельзя чуть-чуть родиться. Если мы родились, то мы родились. Это или факт, или этого не существует. Точно так и с христианством. Христианство – это новое рождение, это появление нового естества, это новое качественное состояние. И оно должно быть или его просто нет. Чуть-чуть христианства не бывает. Поэтому тогда, когда люди на улице часто говорят, что я христианин, они просто, наверное, не до конца понимают, в чем же сущность христианства. Что составляет смысл этого слова? Сегодня вообще очень модно менять смысловое значение слов. Мы часто используем одни и те же слова, но смысл уже вкладываем совершенно другой. И вот со словом христианин, к сожалению, случилась такая же метаморфоза. С этим словом произошло изменение. В это слово сегодня вкладывают совсем не то, что вкладывал когда-то и сам Иисус, и ученики Его, и вот те антиохийцы, которые стали называться христианами. Да, антиохийцы верили, что Иисус – Мессия. Они верили, исповедовали Иисуса Господом, поэтому они назывались христианами. Но кто сегодня не верит, что Иисус – это Господь? Господь. Собственно, сегодня, особенно на Рождество, практически все верят, что Иисус родился, верят в Иисуса все. Более того, я даже недавно услышал, что президент Ирана поздравил с Рождеством англичан. Ну, казалось бы, вдохновитель исламизма поздравляет с Рождеством, с рождением Иисуса Христа. Он тоже, оказывается, верит в Иисуса Христа. Я вам даже скажу больше. Один очень мудрый человек написал, что и бесы веруют. Оказывается, даже бесы веруют в Иисуса Христа. Ну, а как же тогда быть с лютерами, с нашим любимым лозунгом, с Олафиде – только верой? Вот будешь веровать, и спасешься, будешь веровать, и все станет на свое место. Да, действительно, это так. Все правильно. Действительно, если мы веруем в Иисуса Христа, если мы исповедуем Его Господом, то мы действительно спасемся. Если мы исповедуем Иисуса Христа Господом, то действительно происходят изменения. Мы имеем право называться христианами. Но исповедание не заключается только в том, чтобы произнести своими устами «Я христианин» или «Иисус – это истина Бог» или даже истина Господь. Ведь тогда, когда антиохийцы веровали в Иисуса как Господа, они исповедовали Его Господином. Слово «Господь» означает, по сути дела, это Господин, это Хозяин. А я раб, я только подчиненный, я выполняю волю Господина. Ну, а кто сегодня хочет быть рабом? Никто не хочет быть. Мы все люди свободные, мы все Господа. А христианство – это положение человека, который подчиняет свою волю воле Господина, другого, лучшего Господина. Не просто человека какого-то, не просто лидера какого-то, а подчиняет свою волю Иисусу Христу. Вот кто такой христианин. Только тогда, когда человек по-настоящему понимает, что он согласовывает все свои действия, все свои поступки, согласовывает мысли свои с Иисусом, вот тогда он может и тогда он имеет право называть себя христианином. Потому что он действительно последователь Иисуса Христа. Он покоряется Христу, он подчиняется Христу. То есть вера, которую мы часто провозглашаем и правильно делаем, что провозглашаем, вера – это не заключается только в знании. Да, вера, по сути дела, это недоказанное знание. Это то, что принимается без доказательств. Но вера с точки зрения Писания бывает не только человеческая и не только бесовская. Она бывает и Божья вера. И вот Божья вера как раз заключается в том, чтобы мы не только веровали в то, чего не видим, но и осуществляли то, что ожидаем. Поэтому Павел и говорил как раз о вере как об осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом. Тогда, когда мы начинаем осуществлять, то есть начинаем действовать, когда наша вера становится не только умозрением, но и становится нашим действием, вот тогда и только тогда мы имеем право называть себя христианами. Это довольно сложно, чтобы мы перешли от убеждений к действиям, чтобы в сердце нашем тоже проявлялась такая же вера. Мы, к сожалению, наследники, очевидно, еще старого режима, когда говорили о советских людях, что советский человек – это тот, который думает одно, говорит другое, а поступает по третьему. Вот эта раздвоенность или расстроенность, к сожалению, сохранилась даже тогда, когда мы живем уже в другом государстве, в другое время, в другом тысячелетии. Мы тоже, к сожалению, говорим иногда одно, исповедуем одно, а поступаем и живем совсем по-другому. Ну, этого же не должно быть, этого не может быть. Рассказывают, что однажды Аристотель, который был великим моралистом, большим не только философом, но и учителем нравственности, его застукали за одним аморальным поступком. И когда его спросили, ну, как ты можешь совершать такие вещи, когда учишь другому, он сказал, а я сейчас не Аристотель. Он, наверное, считал, что на этот момент Эпикур или кто-то другой. Он сейчас не Аристотель. Иисус никогда бы так не сказал. Никогда Он в своей жизни не делал то, о чем не говорил. Он всегда говорил и действовал одинаково. Он всегда был Иисусом. А как каждый из нас? Не бывает ли, что мы тоже не хотим называть свое имя и сказали бы, что мы сейчас не Иван Иванович, я сейчас не Мария Петровна, я сейчас кто-то другой? Такого не бывает. Такого не должно быть. Но, к сожалению, к сожалению, в нашей жизни мы наблюдаем эти вещи. И наблюдаем их наряду с тем, что мы провозглашаем себя христианами. Но христианин – это цельная натура. Это натура, в которой нет раздвоенности. Раздвоенности в том смысле, что он исповедует одно, а действует по-другому. Такой раздвоенности не должно быть. Бог не терпит такой раздвоенности. Очень удивительное и странное место есть в Пятикнижье. Когда-то Бог сказал, и Моисей записал в книге Левит, это записано в 19 главе, 19 стих. Здесь так говорит от имени Бога Моисей, «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иной породою. Поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся». Что за странное слово? Почему вдруг нельзя одеваться в одежду из разнородных нитей? Почему двумя родами семян нельзя засеивать поля? Какое-то имеет отношение к духовному миру. Духовный мир – это что-то духовное. А здесь речь идет о совершенно материальных вещах. Но в этих материальных вещах заложен некоторый принцип. Принцип, который заключается в том, что Бог хочет цельности. Он не хочет вот этого смешания. Когда мы смешиваем хорошее и плохое, когда мы смешиваем разнородное, Он хочет полного и окончательного посвящения. Вообще, Бог не случайно именует себя Бог ревнитель. Ревнитель – это означает тот, который любит до ревности. Если Бог называет себя ревнителем, Он не терпит, чтобы кто-то другой занимал наше сердце. Он хочет, чтобы сердце было полностью и до конца отдано Ему и только Ему. Он ревнитель, Он ревнует о том, чтобы мы не делили нашу любовь с Богом и еще с кем-то. Это и есть, собственно, христианство. Христианство как раз и заключается в том, чтобы быть до конца и полностью, ну, сегодня это слово очень немодно, но я употреблю его фанатично, преданным Иисусу. Если мы преданы Иисусу до конца, тогда мы имеем право называться христианами. А если мы чуть-чуть увлекаемся христианством, то тогда это не христианство. Тогда это какое-то другое слово. Я не знаю, что это за слово, но к христианству оно не имеет никакого отношения. Христианство – это полностью и до конца. Вот такое христианство было у ранних христиан, у той первой церкви, которая возникла в Антиохе. Это видно из их поступков, их действий, их слов. Такое христианство хочет видеть Иисус. И как хорошо, если мы покажем такое христианство в своей жизни. И если есть такое христианство, мы тогда имеем полное право называть себя христианами. Даже если и случаются какие-то поступки, которые не таковы, если случается, что действия наши не во всем соответствуют христианству, но очень важно, какие у нас желания. Христианин – это не человек, который безупречный и который не ошибается. Христианин – это человек, который хочет быть до конца посвященным Господу, у которого в сердце желания направлены к Иисусу, к Царству Небесному. Вот что, оказывается, очень важно. Потому что мы, люди, это не только то, что мы есть, но и то, что мы хотим быть. В этом суть личности. Куда направлены наши желания? Куда стремления наши направлены? О чем мысли наши? Вот это составляет нашу суть, нашего человека, истинного человека. Поэтому очень важно для нас правильно оценить, кто мы есть. И если кто-то еще не является полностью и до конца посвященным христианином, не поздно сделать этот шаг. Можно обратиться к Иисусу с покаянием, с желанием, чтобы Иисус изменил, исправил положение, чтобы Иисус восстановил и сделал до конца отданным и подданным Ему. Это действие, которое можно сделать еще и сегодня. Итак, я хочу, после того, как мы узнали, что такое истинный христиан, еще раз спросить, А есть ли здесь христиане? Спасибо. Я думаю, что теперь мы более серьезно будем относиться к этому слову и не будем поспешно поднимать руки, тогда, когда мы слышим, христианин ли ты? Мы задумаемся и оценим свою жизнь. И дал бы Бог, чтобы наша жизнь во всем соответствовала жизни нашего Господа и Спасителя. Аминь. Помолимся Господу. Аминь.